Живи и процветай земля Ставропольская. Под таким девизом прошел день Ставропольского района в селе Хрящевка. 30 августа крупнейший район Самарской области праздновал свой день рождения. Ему исполнилось 92 года. В программе мероприятия, кроме прочего, была очень значимая часть открытия мемориального комплекса воинам-односельчанам, погибшим за родину в разные годы. Надсельный крестик, пряча под жилетом. Ты так молился, Господи, прости. А нынче что? Все помним и об этом. Герои ведь всегда в чести. Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне был объявлен президентом России годом памяти и славы. Как символы невероятной стойкости и мужества советского и российского воина в этот день открываются мемориалы, памятники и обелиски по всей стране. Вот и в Ставропольском районе в селе Хрящевка был обновлен комплекс памяти и славы. Здесь увековечены имена погибших в разное время воинов-односельчан. Среди них Игорь Уткин. Он служил тогда еще в милиции и погиб в Чечне в 2003 году. Сегодня торжественная и трагическая дата. Отмечаем и отдаем честь памяти погибшему сотруднику при исполнении их обязанностей, Уткину Игорю Петровичу. Память о нем, память о его подвиге, память о его жизни – это наша обязанность. На его примере мы воспитываем подрастающее поколение. Пока жива наша память, пока мы помним о нем, живы все вокруг. На его примере мы учим и обучаем наше подрастающее поколение, которое придет на смену нам. Теперь в мемориальном комплексе три памятных знака. Они посвящены героям, павшим во время Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и воинам, вернувшимся с войны, но не дожившим до наших дней. Все эти герои теперь навсегда в граните и в памяти ставропольчан. Хотелось бы сказать, конечно, спасибо большое семье Уткина Игоря Петровича, в первую очередь его маме, которая воспитала такого достойного сына, который в ответственный важный момент совершил самый, наверное, сложный, героический выбор, которым он отдал свою жизнь. И этот поступок навеки будет сохранен. Открытие памятного комплекса прошло в день Ставропольского района. Ему исполнилось 92 года. И никакого диссонанса не было. В праздник дня рождения вспоминать об ушедших героях значит связывать накрепко память о павших односельчанах с жизнью и судьбой родного села и района. У нас в каждом сельском поселении есть мемориальные комплексы, посвященные воинам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Но такой проект, когда мы закладываем капсулу памяти и в 2045 году подразумевает то, что эту капсулу будет доставать наше будущее поколение, это дорогого стоит, это святая память. На комплекс собирали всем миром, помогли и власти, и меценаты. Не остались, правда, в стороне и недоброжелатели. Да есть и такие понемногу по всей стране. Те самые, которые говорят о том, что пора бы забыть прошлое и жить дальше. Война давно прошла, а кто погиб недавно, так здесь памяти родных будет достаточно. Очень символичные высказывания односельчан по этому поводу изучат они так. Хорошо, что таких людей в России единицы. Очень важно, что такие памяти у нас появляются все больше и больше в нашей стране. Это говорит о том, что сегодня нация, которая помнит свою историю. Нация, которая не помнит своей истории, она не имеет будущего. Открытие мемориала состоялось в памятной доске, окружили цветы, возложены гирлянды под ножью монумента и заложена капсула потомкам. Дата ее открытия – 2045 год. В ней, в этой капсуле, послание будущим поколениям с единственным и главным мотивом. Нашей земле нужен мир. А посланием поколению живущему стал День Ставропольского района, который продолжился выступлением самодеятельных коллективов, импровизированными выставками и интерактивами. Память, она навсегда, но жизнь продолжается. В ней всегда будет место и светлой печали, и яркому празднику. Ставропольский район – самый большой район в нашей области. Мы делаем все для того, чтобы он становился краше и лучше. Помогаем и местным органам власти делать все так, чтобы людям было более-менее комфортно. В День рождения района был праздник и была торжественная скорбь у памятника павшим героям. А еще были слова одной пожилой женщины, жительницы Хрещевки. Нужно сделать все, чтобы эти мемориалы не пополнялись новыми фамилиями. Василий Логинов, Сергей Рогов. Новости Тольятти.